Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу по воздвижении Животворящего Креста Господня за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 21 по 30. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Отца Даниила Рече Господь ко пришедшим к нему иудеям, аз иду и взыщите меня, и в гресе вашем умрете. Амужа аз иду, вы не можете прийти. В глаголах убо иудеи, и дася сам убиет, яку глаголет, амужа аз иду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних исте, аз от вышних есмь, вы от мира сего исте, аз несмь от мира сего. Реку по вам, яка умрете во гресе ваших, ащебо не имеете веры, яку аз есмь, умрете во гресе ваших. В глаголах убо иудеи, ты кто еси, и рече им, Иисус, начаток, яку и глаголю вам, много имам о вас глаголоте и судите. Но по славу имя истинен есть, и аз я же слышах от него, сия глаголю в мире, не разумеша убо, яку отца им, глагол оше. Рече же им, Иисус, игда вознесете сына человеческого, тогда уразумейте, яку аз есмь, и о себе ничесо же творю, но яку же научи имя, Отец мой, сия глаголю, и по славы имя со мною есть, не остави меня единого, Отец, яку аз угодно ему всегда творю, сия ему глаголющу, мнозе веру ваша в него. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете сына человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня отец мой, так и говорю. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. В евангельском чтении сегодня, дорогие братья и сестры, Иисус Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям. Вспомним, что книжники и фарисеи часто присутствовали на собраниях Господа, когда Он учил людей истинным Царством Божьим. Их присутствие имело одну цель – найти в словах Спасителя возможность обвинить Его в богохульстве или иных преступлениях, чтобы отвратить от Него народ или, арестовав, предать казни. «Господь говорит, Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Эти пророческие слова Спасителя относятся не только к иудеям времен Христа, но и каждому из нас. Они должны напоминать нам о двух вещах. Во-первых, бывают такие возможности, которые появляются один раз и не повторяются вновь. Человек, уверовав однажды во Христа как Спасителя и Бога, пренебрегая своей верой, оставляя молитву и предаваясь распутству греха, может навсегда потерять связь с Господом и никогда больше ее не найти. Во-вторых, в словах Христа скрывается также истина о том, что время и жизнь ограничены. В отмеренное для нас время мы должны принять решение о нашем отношении ко Христу. Время принятия этого решения ограничено, и никто не знает отведенного Ему срока. Господь продолжает свое пророчество словами «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Блаженный феофилакт указывает, что этими словами Иисус хочет показать, что Он вперед знает о Своей смерти, и что крест есть дело не их силы, но Его произволение. «Не вы меня ведете, но я иду добровольно. Куда я иду, туда вы не можете прийти», — говорит Господь. Сими словами показывает, что Он подлинно воскреснет в славе и сядет одесною Бога, а они умрут во грехах своих. Что же они говорят на это? «Неужели Он убьет сам себя, отвергая такое их предположение и показывая, что самоубийство есть дело преступное, Господь говорит, «Вы от нижних, и не можете помыслить ничего божественного, потому вам естественно так думать, но я не от всего мира». «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших», — говорит Спаситель. О грехе можно сказать следующее. Слово «амортия» — грех, когда-то было связано со стрельбой и буквально означало промах. Человек, отказывающийся принять Иисуса Христа как Спасителя и Бога, допускает промах в жизни. Он умирает, не достигнув цели и смысла жизни, и потому непригоден для будущей высшей жизни в Царстве Небесном. Сущность греха заключается в том, что он разлучает человека с Богом. Когда Адам, как сказано в книге Бытия, совершил первый грех, он сразу захотел спрятаться от Бога. Человек, умирающий во грехах, умирает, находясь во вражде с Богом, в то время как человек, принявший Христа, в смерти открывает себе путь к более близкому с Ним общению. Иисус сказал им, «Отначало сущий, как и говорю вам». Во всем Новом Завете нет стиха, подобного этому, который было бы так трудно перевести с греческого языка. Некоторые понимали эти слова так, «Все, что я говорю вам, есть только начало», или «Почему я вообще говорю с вами». Но для правильного понимания лучше всего обратиться к грекоязычным отцам церкви, таким, как, к примеру, святитель Иоанн Златоуст, который пишет, «Это значит вот что. Вы недостойны даже слушать слова мои, не только знать, кто я, потому что вы все говорите с намерением искусить меня и нисколько не внимаете моим словам». Дорогие братья и сестры, слушая сегодня пророческие слова Спасителя и размышляя над ними, да не уподобимся в своей косности фарисеям, грешникам и богоотступникам, но ища и обретая Христа в молитве и борьбе с грехами, постараемся сохранить это святое единение с Богом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Продолжение следует...